Добрый день, в эфире программа Paradox, с вами ведущий Степан Димура. Тема нашей сегодняшней программы это ситуация в сфере ЖКХ, постоянное повышение тарифов, какие-то регионы повышают на 40, какие-то меньше. Но на самом деле в Москве тоже ситуация такая забавная, потому что посмотрела на свою платежку ЖКХ, что-то разбирала, я посмотрела, это был 7-8 год. Стоимость услуг этой замечательной отрасли лично у меня выросла на 2,7%. И что-то мне как-то стало так любопытно, собственно говоря, куда идут деньги. Вот мы сегодня об этом поговорим, куда они идут, на Кипр, там, я не знаю, в Люксембург, либо они идут на ремонт труб. Вот вопрос мы сегодня обсудим, у нас в гостях Дмитрий Таралов, координатор проекта РОС ЖКХ, добрый день, Дмитрий. Добрый день. И Александр Толмачев, адвокат, прошу прощения, член комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ торгово-промышленной палаты. Добрый день, Александр, спасибо, что пришли. Ну, я хотел бы для начала перенестись в далекий 2007 год, когда Газпром еще стоил 300 рублей, и мы были островком стабильности. Вот тогда, значит, были озвучены следующие цифры, что в России физический износ котельных составляет 55%, коммунальных сетей водопровода 65%, канализации и тепловых сетей 63%, электрически 58% и тому подобное. И было правительством принято такое интересное решение, причем с формулировкой следующей, что неэффективное использование отрасли бюджетных средств, отсутствие работающих механизмов управления жильем, государственная и муниципальная монополия в области предоставления жилищно-коммунальных услуг, вынуждены их сделать реформу ЖКХ, да? И в июле 2007, ну, конечно, Единая Россия проголосовала, все замечательно, и в июле 2007 года была создана государственная корпорация «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Ну, и как всегда у нас, значит, либералы-рыночники, они как это все обосновывали? И что нужно было сделать? Перевод коммунальной отрасли на рыночные отношения перевели, привлечение частного бизнеса привлекли, модернизация всего комплекса жилищно-коммунального хозяйства, ну, эффективные менеджеры появились, формирование института эффективного собственника, тоже появился, капитальный ремонт многокративных домов, не сделали, переселение граждан из аварийного жилья, не сделали, внедрение энергоэффективных технологий в отрасли, не внедрили, сохранение системы социальной защиты и поддержка льготных слоев населения, на это вообще забили. Значит, вот такая получилась у нас интересная реформа. Я что-то упустил? Да, упустил, потому что эта реформа началась в 1997 году, в апреле месяце, тогда еще был такой знаменитый Немцов. Газпром-то вообще еще не был. Нет, дело в том, что интересно было то, что когда стали говорить про эффективного собственника, про эффективное управление, я до сих пор помню, когда задали вопрос Немцова, он был тогда вице-премьером, сказали, ну скажите, вот в чем реформа ЖКХ? Он прямо сказал, повышение тарифов. А зачем? А пока наши люди мало платят, они ничего не понимают. А как будет много платить, все начнут понимать, за что, куда тратить деньги. А я даже до сих пор не понимаю. Так вот, когда мы подходим уже к современной реформе, могу вам сказать, что на сегодняшний день вся идея еще 90-х годов, что развивается самоуправление в жилищной сфере, она умерла, потому что вдруг неожиданно крупные монстры типа «Газпромовских», типа «Русгидровских» и так далее, структур имени Анатолия Чубайса, они вдруг сказали и объяснили правительству нашему, что невыгодно иметь тысячи мелких собственников, мелких хозяев и мелких подрядчиков, а лучше иметь одного, двух, трех мощных, которые накроют регион, и тогда будет легче всем. И будет его высасывать. И вы знаете, могу сказать, что тут же в рамках этой реформы стали блокировать формирование новых кооперативов жилищных, новых ТСЖ, появились проблемы для их существования жизни, пока у них есть еще какая-то жизнь, потом, если мы можем, поговорим на эту тему. Но вдруг появилась такая идея, что давайте теперь тарифы сделаем понятными для граждан. Раждане раньше платили, например, рубль заводу, пусть они платят 2 рубля. И когда мы на экспертном совете задаем вопрос, скажите, а почему надо 2 рубля? Они говорят, один рубль будет как бы стоимость услуги, а второй рубль это стоимость инвестиций, которые замечательный новый менеджер будет вкладывать в ремонт трубы. А мы говорим, а рубль будет по понятиям, чтобы понимали. И это называется, что это как бы инвестиционная составляющая. Поэтому тариф на коммуналку, я сейчас не говорю про жилищное управление, пока только на коммуналку, на монополистов, он состоит из двух вещей. Стоимость самой услуги и стоимость как бы инвестиций, как бы которые надо вложить в эту коммуникацию. Вы знаете, в связи с этим было принято решение все-таки повышать цены. Правительство приняло еще решение с целью привлечения бизнеса ежегодно повышать на 20%. Ведь что такое в мире повышение тарифа в системе ЖКХ? В Германии, чтобы повысить на 0,01% требуется условие какое? Модернизированный дом, капитально отремонтированный, энергосберегающие технологии. А если этого нет, ты не смеешь, как управляемец, поднять на 1 цент стоимость. А у нас, под идеей привлечения крупного бизнеса нужно создать условие, норму прибыли 20%. Уже заложено 20% повышение. Но это повышение 20% у газа 20%, у электричества 20%, у воды 20%, у тепла 20%, и у управляющих компаний тоже плюс 20%. В итоге получается сколько? Как у вас? 2,6%. У меня точно так же. Я думаю, у всех примерно такая история. Так вот вы сказали инвестиционная составляющая. Значит, у меня тут такая прямо аж молния в голову ударила. А когда были выборы президента, я однажды утром ехал в машине и слушал вражескую радиостанцию «Серебряный дождь». Ну, каюсь бывает, такие моменты слабости. И там выступал лидер справедливой России, тогда Миронов. Ему, разумеется, задавали вопросы по национальному вопросу и по ЖКХ. И он сказал следующую фразу, что 40% того, что мы платим за услуги ЖКХ, оседает на Кипре. На самом деле побольше. Официально сказал. Это коростая инвестиционная составляющая. Нет, дело в том, что это еще одна составляющая, третья, которая, я так говорил про официально признанные две составляющие, стоимость услуги плюс стоимость инвестиционная. А есть еще третья услуга, которая называется стоимость коррупционная. Дело в том, что в системах ЖКХ, если ты поучаствуешь в тендере и хочешь выиграть этот тендер, ты должен откат 30-40, сегодня уже 50% при новой власти. Ну потому что приходят новые власти, они голодные. И вот эта третья составляющая, ну совершенно верно, которая раздражает людей больше всего, и поэтому сегодня люди почему сопротивляются вот этим управляющим компаниям, которые пришли от лица ДЭЗов, предыдущих ГУПов, которые все сейчас акционерками стали. Потому что они говорят, ну нам надоело, ну давайте 10%, вот бога-бога, ну 10% мы готовы отстегивать откат, но почему 50% непонятно? Люди сопротивляются? Вы имеете ввиду подрядчики? Люди, которые платят, сами объединяются в товарищество, собственников жилья, в кооперативы, и говорят, ребята, идите в баню, мы платить больше вот это не будем, обоснуйте тариф. И дело в том, что до конца 12-го года в нашей стране были так называемые федеральные стандарты. То есть говорилось о том, что для каждого региона существует предельный стандарт оплаты коммуналки. Например, два года назад в Москве этот стандарт составляет 125 рублей метр квадратный в месяц. А в этом году стандарт отменили. И поэтому сегодня я смотрю некоторые судебные решения. Некоторые дома выставляют 600 рублей метр квадратный в месяц, 630 рублей метр квадратный в 30. Люди судятся с этими управляющей компанией, кричат, почему так дорого? Они негодяи. А судья говорит, извините, стандартов больше нет. Привет. Здорово. Вы как вы ни прокомментируете, Дмитрий? Да, но вот не будем даже говорить о коррупционной составляющей. Даже на секундочку забудем о ней. Возьмем такую замечательную организацию называется Мосводоканал. Она монополист, абсолютно официально. Вообще все организации, которые работают в сфере коммунальной, они монополисты, естественные, как Газпром. Труба-то у нас одна к дому идет. Кто на ней сидит, тот и другую не покажет. Заказывают музыку. Да. Я взял отчет годовой Мосводоканала и вдруг выяснил забавную вещь. Вот доход у него за 2011 год, я взял отчет, 43 миллиарда рублей. Чистая прибыль до уплаты налога в 5,2 миллиарда. Нифига себе стоимость. После уплаты налога 3,2 миллиарда. Это после инвестиций уберем коррупционную составляющую. Вот просто официально чистая прибыль 3 миллиарда рублей за 2011 год. И в 2012 году тариф на воду все равно повышается на 15 процентов. Почему? Запланировано, потому что для привлечения крупных инвестиций. А они и так крупный монополист. Причем это не просто монополист. Знаете, откуда берется у них прибыль? Не только из вашего кармана. Когда ты начинаешь выяснять, ребята, а куда вы деваете говно, которое течет со всего города? Ведь раньше были Люберецкие поля, Аэрации, Маринские поля, а сегодня их нет. Куда же девается говно? И вдруг выясняется, что оказывается оно течет в трубах в море подмосковное, туда, под подземное, туда на километры закачивается. Откуда мы потом из артезианских с вашим водой берем? Это для упрощения процедур. Зачем поля нужны? Закачал прям туда и пусть говно там плавает. А за водоотведение мы постоянно платим, причем немаленькие деньги. И за утилизацию бытовых отходов. Ой, это отдельный разговор. Так, хорошо, с этой проблемой разобрались. Тогда что делать? Начинать с того. В первую очередь людей надо обучать, разбираться в платежах. Нужно людям объяснять, что у нас существует несколько типов платежей. Вот мы живем в доме многоквартирных, за что мы платим? Первый, так называем. Александр, вынужден нас порвать, мы уходим на новостной перей, вставайте с нами. Добрый день, мы снова в эфире. У нас в гостях Дмитрий Таралов, координатор проекта РОС ЖКХ и Александр Толмачев, член комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Торгово-промышленной палаты. Ну что, продолжим? Да. Итак, структура платежей. Как людям нужно объяснить? И государство само вольно на 20% или в два раза повышает. Тут пока мы не можем повлиять. Это так называемые нормируемые платежи. Второй вид платеж, на который мы можем повлиять, называется условно нормируемый. Что это такое? Это платеж, собственно, за дворников, плотников, электриков, садовников, нет, садовников сюда не относятся, то есть то, что называется эксплуатация, техническое содержание. Это то, без чего дом жить не может. Вот именно эта составляющая может быть приниматься на общем собрании жителей вашего дома, собственников, и они говорят, вы знаете, нам вот дворник за рубль не нужен, таджик, а нам нужен за 100 рублей серьезный дворник, например. Или вы говорите, нет, нам достаточно узбека или киргиза какого-то нанять. Вы можете влиять, можете влиять, если вы только самоуправляетесь. Если вы отданы в управление неизвестной коммерческой структуре, вы даже не голосовали, то извините, вам что впарят, то и впарят. Третий вид платежа, на чем, в общем-то, в основном идут доходы не очень приличных управленцев, называется дополнительное и необязательное услуги. Что это такое? Озеленение. Ты можешь сам цветочек посадить, а могут тебя киргизы насажать и сказать, вы знаете, дерево стоит 800 долларов посадить. Я смотрел отчет, 800 долларов посадить одно дерево маленькое. Ты говоришь, да я лучше из леса принесу бесплатно. Например, охрана, домофоны, это то, без чего дом может жить, но тебе навязывают эти услуги, от которых ты отказаться не можешь, потому что ты, как балбес, не проголосовал в свое время, а тебе впихнули этот договор, который якобы чиновники, раз твоего не было решения, они приняли сами на неком тендере. Так вот, этот платеж, куда деваться, можно регулировать? Можно. На общем собрании, в любой момент. Вы в любое время дня и ночи можешь провести собрание собственников, сказать, нас это не устраивает, охранять нам не надо, домофон не надо, идите в баню с этим. Четвертый вид платежа, это платеж, который касается только собственников, пользователей не касается, это платеж за так называемое содержание общей собственности. А это сюда включается, лифтовое хозяйство, придомовая территория, а полить, например, газон, откуда это, осветить дорожку к твоему дому. Это некие расходы, которые несут собственники за то, что они дольщики. Вот когда ты понимаешь вот эту структуру платежа, дальше ты начинаешь смотреть свою платежку в платежке, тебе никто это не расшифровывает. Потому что если ты начинаешь вот так расшифровывать, выясняется, что, например, при проверке выясняется, на одном доме мы смотрим, на один подъезд было написано, оказывается, зарплата 50 электриков. В другом месте, на другом доме, на два подъезда было записано 60 этих самых, не дворников, а сантехников. Таким образом идет воровство. То есть пишут 60, а реально там, дай бог, один работает. Вот люди, радиослушатели, когда вы захотите просто разобраться, все просто. И когда появилось три года назад решение нашего правительства и законодательно закреплено то, что управляющие компании должны постоянно открывать и опубликовывать информацию, они тебе опять опубликовывают, что? Они говорят, сколько кубометров ты должен отопить. А тебе хочется узнать, сколько людей работает и какую зарплату они там получают. Вот эта информация скрывается. К сожалению, вот это сегодня, пока ты не инициативный человек, оно тебе никогда не достанется, никакая информация и ты регулировать не можешь. Как только тебе это надоело, как только цены уже предельные и ты решил провести собрание, все становится на свои места. Что значит, ставится на свои места? Ну хорошо, вы... Информацию выявил? Информацию вы получили. Как повлиять? А повлиять дальше двумя путями. Первый путь. У нас существует, начиная с прошлого года, организация, которая имеет полномочия проверить и управляющие компании, и тебя как собственника. Называется она жилищная инспекция. Для города Москвы это может жила инспекция. Но есть проблема. Люди думают, что если я напишу жалобу, что с меня неправильно берут деньги, то они отреагируют. Знаешь, как они отреагируют? Они в суд не имеют права обратиться. Они могут оштрафовать эту организацию, сказать, слушайте, вы с людей взяли лишний миллион, с вас штраф 2000 рублей. Они говорят, да на, подавись своим штрафом, два штрафа заплати. Когда ты хочешь возместить ущерб, тебе ты вынужден идти в суд. Для суда тебе требуется экспертиза, и для экспертизы тебе требуются специалисты. И вот люди, когда формируют некое собрание инициативные группы, и говорят, мы хотим сами теперь разобраться. Для этого, хочешь не хочешь, нужно создать некую структуру. Либо товарищи собственников жилья, что очень сложно сегодня сделать, особенно, где дома большие, много квартир. Потому что собрание, половина должна проголосовать за всех собственников. И второе решение, можно создать жилищный кооператив. Там попроще. По жилищному кодексу жилищный кооператив для управления можно создать всего пять человек. Инициативный группу собрался и создали. У нас на связи сейчас Олег Пташкин, руководитель дирекции Центрального совета сторонников партии «Единая Россия». То есть есть... Не понял. Руководитель дирекции Центрального совета... Да, да, да. Добрый день. Здрасте. Добрый день, Олег. Ну, вы слышали, наверное, часть нашей дискуссии? Вопрос-то, в общем, очень простой. Да, я вас... Вот что происходит с ЖКХ... Программы... Да, спасибо большое. Замечательная программа. Вот что происходит с ЖКХ и, скажем, ну, что происходит, мы уже более-менее выяснили. А что можно сделать? Ну, безусловно, вот, и, собственно говоря, спикеры сегодня говорят о том, что необходимо все-таки проводить комплексные проекты, да, среди населения, для того, чтобы население понимало, как можно управлять системой ЖКХ, чтобы оно имело необходимые компетенции, для того, чтобы понимало, куда можно обращаться, куда жаловаться, да. Потому что, в принципе, действительно, вот я коллег подержу, что в целом, как бы, если человек разобрался там, то все получается предельно просто. И система ЖКХ не кажется нам таким страшным монстром, запутанным, да, которым непонятно, что можно сделать и как с ним бороться. Поэтому, в первую очередь, повышение грамотности. Вторая система, система контроля, безусловно, за теми управляющими компаниями, за теми ДЭЗами, и за монополистами. И всевозможными организациями. Да, да, да. Ну, Олег, а вам не кажется, что получается вот такая, не то, чтобы непонятная, а безвыкновенная ситуация. Ну, вот смотрите, ну, вся страна знает, что у нас чиновники, например, воруют, да, постоянно в новостях. Даже знают как. Да, знают как схемы остановятся. А ничего сделать, а ничего сделать не могут. Если мы говорим, если позволите, если мы говорим просто вообще, в общем, да, воруют, да. Нет, давайте к системе ЖКХ, вот к системе ЖКХ применительно. ...веселых лет назад, да, еще что воруют, да. А если мы говорим о каком-то конкретном сегменте, вот ЖКХ, вот посмотрите ситуацию, Олег. В принципе, есть факты воровства, для этого есть, собственно говоря, суд, прокуратура, прокуратура, о политике, которая обедана... Олег, 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 давайте говорить серьезно, потому что когда начинается разговор о том, что у нас есть суд и прокуратура, давайте мы будем говорить серьезно о серьезной ситуации. Вот смотрите, предположим, конкретная ситуация. Я, скажем, разобрался с ситуацией, предположим, я знаю, что вот у меня в подъезде было начислено, работали, как сказал Александр, 60 электриков. Я просто хочу вернуть эти деньги и сделать так, чтобы это больше в будущем не повторялось. Могу это сейчас сделать или нет? Ну, вам же как бы Александр в том числе и рассказывал уже про МОЗ жилой инспекции. Ну да, вот он мне сказал, что будет штраф 2000 рублей. Говоря... И все. Ну, подождите, подождите, подождите. Это первая система, да, то есть вот правильно было сказано, что создана как бы система, которая, по крайней мере, начала контролировать эту страну. Следующим шагом, я думаю, что действительно необходимо рассматривать запрос по повышению, собственно говоря, штрафов, да, чтобы этим управляющим компаниям не повадно было обманывать людей. А людям-то что? Система... А деньги-то... Нет, минуту. Ну, что же не повадно? А деньги-то я как свои получу? Я же их заплатил ни за что. Как их обратно получу? Нет, коллеги, ну, в законодательстве, в принципе, этот механизм практикный. Вот. И сейчас, опять же, гости у вас в студии об этом сейчас и говорили. В принципе, механизм чётко прописан, да, и житель, если он немножко, ну, поправит какое-то время на то, чтобы разобраться, как работа система может, он, в принципе, разберётся и может компетентно отстаивать свои права. Понимаете? Вот. Поэтому, как бы, здесь вопрос в том, что, может, штрафы действительно, они на сегодняшний день настолько смешны, что компания просят заплатить за штрафы тысячи рублей, да? Олег, а штрафы для компании из каких денег будут брать? Они же будут брать штрафы из тех же денег, которые... Ну, чтобы, чтобы всё-таки, смотрите, я выступаю за что? Я выступаю за то, чтобы компании для начала не нарушали, чтобы потом не платить штраф. Ну, мы все за это выступаем. Зачем мы? Подождите, и в целом, как бы, да, то есть, все очень просто, что, если компания не будет нарушать, то штрафы не надо будет платить. А вот как этого добиться? А вот как, если на возьмём деньги, это сугубо их личная будет проблема. Нет, это проблема жильцов, потому что деньги они берут с той платы, которую жильцы платят за содержание денег. Ну, смотрите, Олег, всё-таки я хочу вернуть свои деньги, да? Как я это могу сделать? Я же никак это не могу сделать. Мне же штрафы, которые накладываются на компанию, ну, как-то они фиолетовые абсолютно. Я хочу вернуть свои деньги. Я могу это сделать? Нет, друзья, я хочу просто сказать, смотрите, я, ещё раз помню, я за, мол, жилую инспекцию или за жилую инспекцию отвечать не буду, да? Собственно, как бы мы обсуждаем проблему ЖКХ, как её решить, да? Да, вот как её решить? А не обсуждаем, как бы, собственно говоря, сейчас, как вернуть 2000 рублей. 2000 рублей, как бы, да, спокойно вернёшься, потому что механизм прописан в закон. Необходимо просто открыть закон, почитать, как бы понять, как вернуть 2000 рублей. Ну, опять же, мы сейчас говорим, как бы, ну, о несерьёзных вещах. Воруются огромные деньги в ЖКХ, а вы мне говорите, что это серьёзные вещи. Как, вот как, как это остановить? Нет, подождите, вопрос со штрафом 2000 рублей никого не остановит, правильно? Конечно. А вот посадка с конфискацией, например, остановит. Необходимо, необходимо рассмотреть, необходимо рассмотреть законодательные нормы в законодательстве, чтобы штрафы повышались многократно. Да мне-то эти штрафы абсолютно без разницы. Я хочу, чтобы меня не воровали и вернули мне деньги, которые уже своровали, а ещё починили трубы. А для этого, подождите, в чём эти штрафы? Для этого необходимо, а для этого необходимо всё-таки наладить общественный контроль за управляющей компании. О, поехали, общественный контроль. Ну, давайте правительство ещё в три раза увеличим. Создадим очередное открытое правительство, общественные палаты. Нет, нет, нет. А по-другому никак нельзя? Нет, ну, зачем? Не надо ничего создавать, понимаете? Абсолютно не надо ничего создавать. Ни общественные палаты новые, ни ещё какие-то министерства дополнительные. Необходимо просто повышать финансовую и юридическую грамотность населения. Вот и всё, понимаете? Вопрос решается очень просто. Можно я, Степан? Дело в том, что вот как раз вопрос абсолютно нормальный, потому что идёт разговор так, как обычно на собраниях происходит. Люди говорят, мы вот не понимаем. Мы, например, профессионалы, мы докторы юридических наук, нет, не юридических, а физических наук. Докторы там, или доктора каких-нибудь консерваторских наук. Но дело в том, что люди всё равно не понимают. Так вот, я хотел сказать, что единственный способ сегодня защитить свой интерес, это перейти от концепции жёсткой вертикали управления в системе ЖКХ, от государственного управления, к системе самоуправления. Когда говоришь, управляющая компания, монополист, ты не перед нашим президентом отчёт будешь, или перед премьером президентом, а передо мной негодяй будешь отвечать. Почему ты с меня сегодня взял на 20% дороже? У меня что, вода стала, что ли, чище течь из крана? Или, может быть, у меня тепло стало лучше экономиться? Так вот, речь идёт о том, что концепция, которая изначально, ещё в начале 90-х годов была придумана самоуправление, придётся сюда её вернуть. Потому что без жителей никакого общественного контроля здесь не нужен. Здесь только ты, как собственник, можешь контролировать. Не нужно для этого собрания в тысячи человек собирать. Для этого необходима инициативная группа 5 человек. Почему я сегодня уже от ТСЖ перехожу плавно к жилищному кооперативу? Закон говорит, создание жилищного кооператива 5 человек достаточно. Учредил пятерых, и говоришь, ребят, все эти общественные советы, они не имеют никакого полномочия. Абсолютно. А вот экономические полномочия, это юридические полномочия либо у ТСЖ, либо у жилищного кооператива. К сожалению, мы должны уйти на новостной перерыв. Спасибо большое Олегу Пташкину за участие в нашей программе. Вернёмся после новостей. Добрый день. Мы снова в эфире. У нас в гостях Дмитрий Таралов и Александр Толмачёв. Обсуждаем проблемы с ЖКХ. Я, честно говоря, до сих пор не понял, как я могу вернуть свои деньги, сделать так, чтобы платил я в 2 раза меньше. По 70 невозможно так заточена система. Но на самом деле вопрос ЖКХ, он сейчас, на мой взгляд, выходит на... Скоро, вернее, очень скоро выйдет на первые страницы всех газет по одной простой причине, что сейчас у нас всё изношено на 75-80%. Более того, сложилась такая очень неприятная ситуация. Она типична для деградации системы и развала системы. Это то, что каждый год количество аварий растёт экспоненциально на 12%. То есть, такими темпами через год-два мы все будем мёрзнуть и всё будет залито водой и кипятком. Вот тогда, может быть, наши власти и уважаемые «Единая Россия» на это обратят внимание. Как вы думаете? Нужно, чтобы всё развалилось, чтобы обратили внимание? Я боюсь, что всё к этому идёт, потому что по-другому внимания обращать не хочет никто. Уважаемый Олег говорил о МОСЖИЛ-инспекции. Мы работаем с МОСЖИЛ-инспекцией, отправляем туда жалобы постоянно и регулярно. И я могу сказать, что действия предпринимаются по 20% жалоб и примерно 20-25% жалоб остаются без ответа вообще, хотя по закону они обязаны на них отвечать. У меня очень много претензий к МОСЖИЛ-инспекции именно связанных с работой нашего проекта. Поэтому это как орган для меня лично не авторитет и более того, я его считаю довольно странно работающим. Но они хоть письма подписывают с уважением вам? Письма они присылают не нам, а тем, кто обратились через наш проект. Но у нас обратная связь с людьми есть и это просто иногда смехотворно. Да. Никаких мер предпринимать они не хотят. А вопрос по изношенности коммунальной инфраструктуры разумеется, потому что деньги, которые нужно вкладывать на модернизацию коммунальной инфраструктуры, правительство выделять таких объемов, которые нужно, не хочет. и сейчас вся эта затея с фондом капитальных ремонтов, она направлена именно на то, чтобы отказаться от обязательств, которые правительство должно выполнять согласно муниципалитет, согласно закону о приватизации и возложить эти обязательства на собственник. Давайте прокомментируем фонд имени имени фондачных ремонтов. Давайте возьмем телефонные звонки. Добрый день, Лидия, вы в эфире. Добрый день. Я чуть-чуть выше вернусь. Бесценный у вас гость сегодня. Это замечательно. Вот такой вопрос. Вот у меня дом на 400 квартир. Из них только 140 приватизированных. Смотрите, какая дыра в законодательстве. Значит, собрание жильцов, там говорится, может принимать решение, не собрание собственников, а собрание жильцов. А большинства у нас, у 140 собственников, никогда нет. Смотрите, второй момент. В законодательстве утаивается, что собственник квартир по найму тоже должен быть назван. А, как правило, это либо город, либо муниципалитет. Он тоже должен платить за содержание жилья, так же, как и мы. Абсолютно верно. Я могу сказать, что поправить вас немножечко. Значит, что касается Москвы, от лица города Москвы в собраниях участвует ГУИС района соответствующего. Это было постановление правительства еще в 2008-14 мая. От лица других регионов, например, там в Подмосковье, это принимает решение сам муниципалитет. А, допустим, в Петербурге, там, например, принимает решение никакой не ГУИС, а принимает, у них называется РЖА, такие региональные районные жилищные агентства. Ну, это как принято решение. Так вот, хочу сказать насчет денег. Когда в вашем доме 400 квартир, из них 130 приватизируем в собственности, вот поэтому вам не выгодно делать ССЖ, вам выгодно сделать жилищный кооператив. Вы можете создать из 5, из 10, из 50 человек кооператив жилищный, а дальше методом уведомления говорить, что мы приняли решение сделать, вот, например, фонд свой. Мы не будем за крома Родины отправлять по 5 рублей с квадратного метра ежемесячно, сегодня законодатель говорит о том, что с нас еще плюс денежки должны за крома Родины идти, которые чиновники будут управлять, кроме двух систем, кроме ТСЖ и ЖСК. Например, вам нужно создать кооператив. Да, а остальное пусть платит собственник, правильно? Дело в том, что как только вы приняли решение на своем собрании, есть постановление Конституционного суда, еще, дай бог, памяти 1998 года, где говорится, членом товарищества может и не быть, но деньги обязан платить в соответствии с решениями этих самых товарищей. Так вот, если у вас от лица города ГУИС участвует, и они ни хрена не участвуют и не платят, вы пишите им и предписание. Уважаемые господа, ваша доля составляет столько-то в расходах. Мы приняли бюджет расхода по нашему дому миллион, например, ежемесячно. С вас, извините меня, 60 процентов. Первое предписание, второе предписание, третье предписание в суд, взыскание, если денег нет в бюджете, взыскание, так называемыми борзыми щенками и имуществом. Ваш сайт или контактный телефон, вы гениальный человек. Да ладно, перестаньте, ничего такого сложного. сайт или телефон. Это на радио, я не могу рекламировать. А, могу Союз юристов? Нет, я могу даже телефон дать. Вам какой дать, городской или мобильный? Да дайте мобильный, плевать. Мобильный, 8-926-533-533-533-59-7474. Выход с кооперативом это гениальный выход. Это закон позволяет, так что действуйте, не спите. Спасибо. Закон не дописали, скоро изменят. Да, Илья, добрый день. Добрый день. Это очень интересный разговор про кооператив, потому что в ЦСЖ, во-первых, невозможно собрать никогда. Да. Во-вторых, закон о защите личных данных не позволяет выяснить, кто собственный, кого уведомляет. Верно. Вот. И, значит, третий, тут еще есть момент. Это такой момент, который не отвечали, потому что, когда все это передавалось в ЦСЖ, у нас получается такая ситуация. Если первый этаж сдан кому-то в аренду, то сдает город, и доходы получает город. Могу вам сразу... На первом этаже сидит Сбербанк, да? И доходы получают город. Я вас... Можно сразу поправлю? Значит... Дома у государства, а расходы на им все на жильцах. Да, я вам кое-что скажу интересненькое. Еще также в 1998 году был принят закон города Москвы 29 мая 1998 года, который... 428 называется, который звучит так. Если ты сформировал в своем доме либо ЖСК, либо ТСЖ, и у тебя в доме есть нежилой фонд города Москвы, то ты имеешь право получить этот фонд без конкурса, без аукциона в доверительное управление. Что такое доверительное управление? Ты получаешь доходы теперь от этого помещения, но ты обязан с собственником, с городом делиться доходами. И город говорит, с каждого метра квадратного в год нежилое помещение первого этажа приносит 180 долларов с метра квадратного. Ты должен половину денег отдать бюджет городу, а вот сверх норматив ты можешь сдать не по 180, и по 200, и по 300, и по 500, смотря какой район, то сверх норматив остается у тебя на счету. Так самое интересное, что вот эти организации, как ТСЖ и ЖСК, они освобождены от налогов. Ты не плачешь НДС, налог на прибыль не плачешь, налог на имущество, налог на землю ты не плачешь, и плюс у тебя есть возможность получать коммерческий доход от земельного участка, потому что собственность бесплатно передается в долевую. Просто это долго делать, это минимум два года уходит на то, чтобы оформить. Но вы знаете, примеры такие есть, например, Северная Бутова, огромный микрорайон, Синяя Птица, так там все нежилые помещения 15 тысяч метров были переданы в доверительное управление, и люди зарабатывали деньги. Так надо этим заниматься, просто люди об этом не знают, не хватает информации. Вот зачем нужны журналисты. Просвечать. Правильно, просветиться занимаемся. Ну и последний телефонный жалок. Юрий, Илья, добрый день. День добрый. Я из двери вас беспокою, я считаю собственник жилого помещения. Алло, слышите меня? Да, 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 слышим. Как раз в продолжении вопроса, который поднимали предыдущие радиослушатели, я вплотную занимался как раз вопросом по своему квартирному дому по смене управляющей компании. И столкнулся с тем, что 50% собственников на общее собрание просто не собрались, это нереально. Правильно. Еще припоминаю по советской статистике, у нас где-то 20% населения страны были с теми гинемптическими отклонениями. Я так понял, что в современности еще тяжелее. Вы знаете, у вас есть в Твери Морозовский казарм, вы знаете этот район. Так вот, там мне удалось создать жилищный кооператив, и знаете, даже сумасшедшие согласились. Вы просто посмотрите опыт. Я вам, если позвонить, я вам дам координаты этих людей, в Твери можно это сделать. И в конце концов есть общее собрание в форме заочного голосования, оно может продолжаться и месяц, ищите потихонечку людей, находите их, уговаривайте. Я просто почему хочу как бы на это внимание обратить. Вот Степан Геннадьевич упоминал, что делать, чтобы такого не повторялось, чтобы необоснованные расходы не писали в охватежках, и как компенсировать ущерб. Вот чтобы такого не повторялось, надо все-таки жилищный кодекс безумный абсолютно менять, потому что 50% у нас даже на выборах президента не нужно форму собирать. А что касается, как компенсировать собственные расходы, вот я видел по образованию, я точно знаю, что обратиться в гражданский суд можно только если только твои права каким-то образом нарушены. Причем все ущерб в суд. И каждый у которого нарушены права, которые необоснованно заплатил какие-то деньги права. Здесь вы правильно говорите, абсолютно верно, но есть нюансы в пользу людей. Дело в том, что сегодня принимаются изменения и в гражданское законодательство во все части и в жилищное законодательство осенью, скорее всего, ноябрь-декабрь Госдума будет принимать решение о том, что, например, ну, допустим, такое решение, теперь отчуждение имущества, например, чердачок ты хочешь себе забрать, требует не 100% согласия жителей, а только 2 трети голосов. Это уже поблажка. Или, например, теперь требуются крупные решения, например, по оформлению земельных отношений. Не нужно вообще собрание проводить. Любой человек инициативу провел и оформил землю в собственность. Понимаете, потихонечку законодательство меняется. К сожалению, она против людей написана. Самая неприятная, знаете, какая вещь? Как признать злостными плательщикам? Если в течение шести месяцев регулярно не платишь надлежащие платежи, а в надлежащие платежи... А, собственно, надлежащие. А надлежащие, это вот как раз та структура, где будет написано, что домофон стоит тысячи рублей. Так вот, управляющая компания имеет право с тебя взять не просто сумму долгу, как предыдущий кодекс говорил, а по новому кодексу с тебя возьмут еще упущенную выгоду, и эта выгода обычно превышает в сто тысяч раз твой долг. И вот под это дело, к сожалению... Сто тысяч раз. Некоторые, я смотрю, иногда дела, допустим, человек задолжал десять рублей, а ему пишут сто тысяч рублей. Так вот, речь идет... Это не столько выгоды, это у них такой... Да, они говорят, из-за того, что вы такой негодяй в свое время вовремя не заплатили, мы не подчинили какую-то трубу, труба рванула, и вот теперь ущерб такой-такой. Так вот, речь идет о том... И судьи это кушают? Не просто кушают, а эта система уже отработана по усилению людей. Тебя признают злостными плательщиками, тебе... Молодцы. Управляющая компания... То есть нас, нас можно доить как угодно, а с ними ничего сделать нельзя. Это кодекс, к сожалению. Замечу. А кто его принимал? Не напомню. Наша Государственная Дума и утверждал президент, и утверждал Совет Федерации. А кто его писал? Запомните это. А кто его писал? Первую часть вы запомнили, вторую кто его писал? Я не писал. Но вы не писали. Я, насколько помню, там господин Кошенинников принимал участие в написании Живечного кодекса. Да, и, кстати, он принимал решение в аннулировании закона от СЖ, который был, кстати, в пользу людей написан. А он сейчас, наверное, в Цюрихе, да? Нет, он председатель Комитета Госдумы по законодательству. Так что он так остался. От партии «Единая Россия». Разумеется. Понятно. Запомните эти фразы. Ну что ж, давайте вот мы уже начали этот вопрос обсуждать. Хватит уже о деталях, потому что, насколько я понял, что мы здесь бессильны практически. Ну, если так разобраться реально. Когда мы говорим о конкретном регионе, например, в Москве вы не бессильны. Почему? У вас есть доходная база. Ведь люди когда говорят, Саша, зачем нам нужен этот гребаный наш дом, который разрушается? Так вот, этот гребаный дом, если стоит в доходном месте, а что такое доходное место? Земельный участок, который может принести доход. Парковочки, магазинчики, киоски. Александр, Александр, давайте честно, кто будет этим заниматься? Только кроме тебя никто. Потому что, либо ты найми со стороны за денежки, никто бесплатно не будет это делать, либо ты сам на общественных началах начинай. И, вы знаете, некоторые председатели и управляющие подписывают договор на процент от доходов. Нет, ну это правильно. Я говорю немножко о следующем. Вот есть жители страны, простые граждане, которые платят эти дикие деньги, которые просто обворовывают. Они практически что делать не могут. Я здесь с господином Немцовым, тогдашним, давним, 20-летним, недавно соглашусь, который пока люди не будут вбежать от повышения цен, они ничего делать не будут. Вы знаете, вот пока жареный петух. Пока жареный петух не появился. А скоро клюнуть нет? Когда в ряде регионов Российской Федерации с 1 января были введены общедомовые нужды и плата возросла на 50-70-200 иногда процентов, петух клюнул, были и митинги, и где-то администрации, по-моему, чуть ли не штурмом брали, и все откатывалось назад. И Владимир Владимирович Путин признал, что это то постановление, которое он подписывал в рамки премьер-министра, он как президент признал неверным. И подписали более веселое постановление. Которое ничего не изменило, в принципе. Все откатилось немножко назад, все немножко успокоились. Будем теперь грабить потихонечку, более аккуратно. Вот разве что так. К сожалению, у нас время заканчивается, уходим на новостной перерыв. Оставайтесь с нами. Добрый день, программа «Парадокс». Мы снова в эфире. У нас в гостях Дмитрий Таралов, координатор проекта РосЖКХ и Александр Толмачев, член комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Торгово-промышленной палаты. Обсуждаем мы сферу ЖКХ, что там происходит и когда этот беспредел закончится. У вас телефонный звонок. Добрый день, Андрей Николаевич. Добрый день, Андрей Николаевич. Здравствуйте. Я как раз очень близок к вашу документальный вопрос, где деньги земли. Да. Значит, вот у нас у всех, за исключением только тех, кто живет в новых и новейших электронным образом оборудованных домах, есть всегда проблема. А как претензию предъявителей. То есть нас надувают на температуре воды, как правило, и на температуре которая отопления. И вот здесь вот ну как? Ни у кого ни приборов, ничего такого нет. Ну, по идее, существует Роспотребнадзор, который, в общем, должен был на это дело реагировать. Вот у Дмитрия сразу-таки нездоровый смех. Спорт лото тоже существует. Ну, как он работает, он сам про себя рассказывает. В мае месяце в Минске было международное совещание, на котором выяснилось, что вот Белоруссия, да, который там пятак и девять с половиной миллионов жителей, делается одиннадцать миллионов измерений на радиоактивность всего продуктов, земли, людей, там, всего остального, да. В то же время Роспотребнадзор на всю Россию, на Толго-Востоке, делает четыреста тысяч. Потому что, если будут делать чаще, тогда сразу у нас районы Октябрьское поле, Сокол, Черемушки сразу разъедутся, потому что там радиоактивные, там реакторы стоят, понимаете, ядерные. Ну, и потом значительная часть продукции нельзя пускать в продажу. Значит, что касается ситуации с деньгами, могу вам сказать, что деньги, на самом деле, не берутся ниоткуда, кроме как из чужого кармана, как вы понимаете. Значит, поэтому я говорю о том, что не искать нужного у государства защиты, потому что государство не может вас защитить, оно само сейчас в кризисе. Поэтому нужно заняться самоуправлением и нужно заняться поиском своих собственных внутрикрезервов. Где трезерв? Их всего пять. Извините, уважаемый, извините, я вас перебью, а с какого веса платят деньги я должен еще заниматься и само-само. Отдайте мне эти деньги, я само-само сделаю. Так вот, дело-то в том, что в нашей стране никто не дает, их только берут. Понимаешь, если ты сам создал, например, ну, свое товарищество, если удалось тебе создать, и если ты не просто создал юрлицо, а зарегистрировал землю себе, в собственность забрал, рекламное пространство забрал, если ты забрал свои гаражи или еще реконструкцию, под реконструкцию стройку, еще кусочки земли, вот тогда будет доход. В противном случае не будет никакого дохода, будет только разорение. Если у тебя дом недоходный, тогда нужно объединяться в кварталы микрорайона, потому что единственная ценность остается у нас на земле, это сама земля, сами земельные участки, все остальное, это чушь. Ну, тут, на самом деле, люди, которые пытаются это делать, очень часто заканчивают свою жизнь проломным черепом, как погас практика. Дело в том, что это когда люди вступают в открытый конфликт с этой системой, но могу вам сказать, что иногда, если ты правильно ведешь себя, то люди за тебя горой и тебе никакой череп никто не проломит. Просто нужно, если ты уже живешь в этом своем доме и ты хочешь хоть какой-то порядок навести, ты должен людям объяснить. Знаешь, какой главный вопрос? Что ты не для себя хочешь украсть дополнительное, а ты хочешь обезопасить всех вместе. Вот это, оказывается, самый сложный вопрос. Объясните. А по поводу ТСЖ, вот буквально недавно к нам обратились председатели ТСЖ, их активно сейчас выживают ДЭЗы. Да. И пошел обратный процесс, теперь ТСЖ не нужны. А ТСЖ, потому что не дают откатов. Вот и все. И причем выживают очень забавным способом. Сейчас идет подготовка к отопительному сезону. ТСЖ, председатель подготовил, несет акт на подпись в управу. Управа говорит, не подпишем. Через два дня звонят из префектуры, где акт? Управа не подписывает. Тогда решаем субсидии. Все. Это четко. Это так. Почему? Потому что все ДЭЗы сегодня акционерные общества. И естественно, как вы догадываетесь, они все руководители и учредители связаны с кем? С тем же самим чиновниками, родственными связями. С этим все понятно. А что делать? Вот существует, помимо того, что все должны взять берданку, а я не то сказал, прошу прощения. Берданку не нужно. Нужно просто запастись двумя бумагами. Первая бумага, называется гражданский кодекс, второй кодекс называется жилищный. Я думаю, второй называется загранпаспорт. Нет. Дело в том, что просто во всем мире уже порядок как-то навели они. У них тоже был бардак. Ничего тут говорить не нужно. Просто нужно вернуться к той системе, которая называется ответственность себя за свой собственный дом, за свой собственный подъезд, за среду обитания. Ведь нас загнали по квартирам и заперли нас там с забронированными дверями. А мы должны вдруг понять, что оказывается двор это тоже ты, подъезд это тоже ты, и улица это тоже часть твоя. Просто люди об этом забыли. Их, видимо, власть настолько предыдущая и сегодняшняя отвлекла от этой системы на всякую ерунду, на гей-парады и прочую фигню. Вы не думаете, что судьба Сноунан важна? Как вам не стыдно? что столько времени ему уделяется, что ощущение, что это как будто увод от реальной жизни наших людей в некий иллюзорный мир. Так вот, речь идет о том, что люди, каждый дом, особенно в крупных городах, он все равно, он может быть доходным, может быть не совсем доходным, но то, что вы точно деньги сэкономите, это факт. Дело в том, что когда ты начинаешь просто подсчет платежей, выясняется, что ты уже только за счет этого сокращаешь 30-40%. А когда вдруг ты выясняешь, что ты послал на три буквы частную управляющую компанию, оказывается, они платят еще прибыль, кроме откатов, и тому подобное. Зачем вам платить лишние деньги? Найми себе в дом напрямую электрик-сантехника того, которому нужно, а не киргиза с таджиком. Это расизм. Ну и подхватывая немножко вот эту вот тему, да, кроме того, что нужно брать под контроль плату за содержание и ремонт, вот эту графу, нужно в конце концов как-то давить на власть или менять эту власть, чтобы проводить полнейший аудит финансовой платы за коммуналку. Я лично хочу понимать, почему у меня кубометр воды стоит столько-то денег, почему гигакалория стоит столько-то денег, и почему, что самое забавное для меня, цена на гигакалорию одинаково растет во Владивостоке на угольной котельной, в Москве на газовой и там в Мурманске на мазутной. Одинаково в начале, в одно время на один и тот же процент. Почему? Когда общаешься с руководством федеральной тарифной службы, которая контролирует эти... Ну хорошо, предположим, Дмитрий, вы это выяснили, дальше что? Ну поняли вы почему. И соответственно, тарифы-то регулируются кем? Тарифы регулируются на уровне региона. Да. Региональная энергокомиссия и утверждается в администрации. Да. То есть высшую планку задает федерация конкретное решение на уровне региона. И соответственно, тарифы тогда уже можно будет... Если мы понимаем, что котельная получает там 50% прибыли, то соответственно, можно уже и говорить власти, почему тарифы-то не снижаются, опять повышаются. Ну сказали вы раз, сказали два, и результат к ноль. А у нас для этого есть ЦИК. Как вы ее поменяли? Нет, не в этом дело. Получается замкнутый круг? Нет, не замкнутый круг. Нужно ждать, когда действительно начнется катастрофа с ЖКХ? Города будут мерзнуть зимой? Ну понимаете, Сайна-Сушушинская ГЭС уже начинала... Вот помнишь эту историю несколько лет назад? Это будет продолжение, но дело в другом. Дело в том, что, например, тот же комитет по тарифам федеральной службы, ведь она говорит, ребята, мы можем регулировать цены на тепло и на воду, а на цены на газ нам запрещено регулировать. А нам, знаешь, как объясняют верхние власти, что это рыночные цены? А почему, если рыночные... А у нас же всего один на производителях. В мире опускается цена на газ и нефть, а у нас растет. Ну, потому что так надо. И вот это так надо пока не изменили. Пока, видимо, Сочинская Олимпиада не пройдет. Потом, что еще у нас с чемпионатом футбола Видимо, менять пока не будут. Я боюсь, что да. Поэтому остается у нас кто? Сам житель, сам с собой. Тихо он ведет беседу. И ты должен сам искать внутренние резервы. У нас другого не существует. Страна богатая, люди умные, и поэтому, ребята, ищите внутренние резервы. Забирайте землю в собственность, забирайте все, что можно пока забрать себе, пока все не отняли. Хорошо. Тогда такой более практичный вопрос. А где люди могут ознакомиться со всей этой информацией, скажем, получить конкретный план действий? Нигде. Нигде. Никаких инструкций не существует. Даже те правила, которые утверждаются правительством и называются правила оказания коммунальных услуг, они написаны в таких формулах, что человек простой не разберется никогда. Там математические формулы, я не знаю, кто писал, но на математиков не похоже. Похоже, что из дурдома что-то кто-то там писал. Так вот, речь идет о том, что на сегодняшний день простой инструкции, что делать людям в той или иной ситуации, нигде не существует. И поэтому вот общение только с практиками, либо не обязательно юрист, это может быть человек совершенно нормальный пенсионер, живущий в доме, который решил разобраться. И такие дома наводят порядок. Во всяком случае, они платят в два-три раза меньше, чем платят соседи, которые обслуживаются очередным ДЭЗом. То есть вообще даже центров, скажем, юридической помощи, такие центры существуют? Названий много, Толку мало. Да, потому что даже существовал целый департамент имени поддержки реформ ЖКХ в городе Москве, если мы про Москву. И что? Они насоздавали 10 тысяч фальшивых товарищей, которые потом дискредитируют саму идею ТСЖ. Они создали, они создали, знаете, для чего? Для того, чтобы подвести под норматив, что 5-10 процентов домов в городе должно обслуживаться ТСЖ. Знаешь, из-за чего? Чтобы деньги получить на капремонт с бюджета. Но так не сумели. Что сделали? Выделили 135 тысяч рублей из бюджета на каждое товарищество, умноженное на 10 тысяч объектов. А потом для ликвидации еще 70 тысяч рублей. Их ликвидировали через год. И деньги освоили. 2 миллиарда рублей ушло. И вроде создали, и ликвидировали. И нормативы выполнили. И нормал, да. Вот так. И никакого наказания. Россия, Россия. Поэтому, ребята... Все же по закону. Все же как президент сказал. Поэтому, ребята, только сам разбирайся. Не доверяй никому. Доверяй только одному, соседу своему. Подвлечь этой клетки. Это именно правит Мюллера. Верить нельзя никому. Только мне. Да? Помните? 17 годов. Ребят, могу сказать, что все-таки... Ну, на самом деле, без смеха уже об этом говорить нельзя. Могу сказать, что у нас примеры существуют, их надо рекламировать. Те, которые на сегодняшний день самоуправляются, живут, зарабатывают деньги и снижают коммунальные платежи. Не просто в разы. Некоторые дома в Москве платят 0 рублей 0 копеек. Знаете, за счет чего? За счет сдачи в аренду подвалов, первых этажей и тому подобное. Рекламное пространство. Ты знаешь, что реклама, например, на доме в твоем стоит 400 долларов в метр квадратный любой вывески. Это базовая ставка Москвы. А если ты живешь где-нибудь на центральной проезжей части, коэффициент 2-3. Ну, просто люди об этом не знают. Ну, ведь это же получается золотая нива для адвокатов и людей, которые в этом разбираются. К сожалению, многие группы риэлторов, юристы не хотят этим заниматься. Знаете почему? Сложно. Потому что постоянно сталкиваешься с интересами местной власти и люди просто не хотят портить отношения. Поэтому, кроме как некая инициатива в твоем доме, никто делать ничего не может. А юристы оказывают помощь, мягко говоря, инкогнито. Может быть, какой-нибудь сайт организовать такой инкогнито? Ну, вы знаете, любой сайт тут же будет опошлен. Ну, что вы? Что вы? Примеров мало, что ли? Тут же будет какая-нибудь порнография, обвинят тебя, что там растление малолетних, что ты обучаешь чему-нибудь террористической акции. Еще хуже пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений. Ну, там подобное. Я считаю, что нет. Только глаза в глаза, лицо в лицо, на собрание пришел. Ну, это информация-то, откуда нужно брать. Люди-то должны брать информацию. А вы зачем нужны? Вы же, как журналисты, что-то говорите. Ну, смотрите, хорошо, ну, люди прослушают эту программу. Дальше что? Что-то останется в памяти. А реально-то заполнять бумажки и еще что-то делать. Если два человека начнут вникать, это уже благо. Это считай, что журналистская задача выполнена. Ты просвещение осуществил. Хоть мало-мальское. Хоть вектор показал, куда можно двигаться. Ну, логично. Ну, как же хочешь, чтобы все это быстрее двигалось. Или невозможно. Со скоростью человеческого шага. Это 6 километров в час. Это можно от Владивостока до Калининграда дойти за сколько? Понимаете, страны... Вот когда те, кто разбирается, начинают брать пример страны Балтии, ну, надо сказать, что страны Балтии моментально, мгновенно перешли на ручную систему. Никуда не денешься. На какую систему? Рыночную систему. Поэтому у них уже все... ЖКХ все успокоился, все устаканил. А что значит рыночная система? Это значит, что... Двух словах буквально. Это значит, что у тебя не монополистная подача электроэнергии, а у тебя 10 компаний поставляющей электроэнергии. Ты говоришь, у этого возьму, у этого не возьму. А сети никому одному не принадлежат. А у нас все наоборот. Понятно. То есть снова столкнулись с монополизмом. Таким хорошим, продуманным. Очень продуманным. Чтобы из страны... Анатолий Боис Чубайс непростой парень. Ну да, чтобы из страны сделать доильный аппарат. Ну что ж, на этой веселой и забавной ноте, на самом деле грустной, опять же, думайте сами, решайте сами. Очень хорошая тема. У нас в гостях были Дмитрий Таралов, координатор проекта РосЖКХ, Александр Толмачев, член комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Торгово-промышленной палаты. Удачи вам! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова